Всем приветики! Сегодня у нас 12 мая. Посетила я стоматолога. Кабинет у стоматологов еще полупустый. На входе стоматологии меряют температуру, одеваем бахилы, обрабатываем руки антисептиком, спрашивают, контактировали ли с заболевшими и нужно заполнить анкетку. Там ответят на несколько вопросов, был ли контакт с заболевшими. Несколько пунктиков, несколько вопросиков, на которые нужно было дать ответ и эту анкету сдавать в регистратуру. Попала я к стоматологу, вылечили мне зуб. Сегодня, кстати, погодка у нас лучше, чем вчера. Хоть и пасмурно, но теплее, чем вчера. Теперь можно ехать домой. Сегодня очень захотелось мяса в духовке, поэтому я запекла прям, знаете, кило где-то 100, наверное, кусок был свинины, такой как бы это, можно сказать, без жира, такой постный. И вот прям этот кусочек я приправками засыпала, посолила, фольгу положила и в духовочку поставила в форме. Ведь это около трех часов у меня пеклось это все. И вот мясо достала, оно прям вот пардет. Оно мягкое-мягкое, аж прям на кусочечки разваливается. Вкуснятина. Сейчас будем ужинать. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы приехали в детский мир, деткам обувь посмотреть в магазине. На главной улице народ у нас уже прогуливается. Сходили мы в детский мир, точнее как сходили. На входе сказали одевать маски в магазин. Игорек с детишками не пошли туда, потому что мы с собой маски в магазин не брали. На всех членов семьи я пошла посмотрела, ничего там не нашла. Будем искать дальше босоножки в других магазинах. Заехали в гараж по пути и хочу высказаться по поводу масок и перчаток, девчаток. Выскажу чисто свое мнение. Мое мнение может расходиться с вашим, и это тоже нормально. Но как лично я считаю, что придумали ношение масок и ношение перчаток, это в моем понимании это абсурдно. Потому что не каждый человек, я так думаю, соблюдает все правила ношения масок и перчаток. В целях экономии те же самые маски, купленные в аптеке, одеваются не на два часа. Я не говорю за всех, я говорю про некоторых людей. Кто-то, может быть, и меняет маски там каждые два часа положенные, если каждые два часа, насколько мне известно, нужно менять одноразовые маски. Да и не только, я думаю, одноразовые. И тканевые маски тоже нужно менять, потому что на них садятся бактерии. Но чисто мое мнение, что это еще больше скопище вирусов, всяких бактерий на этой маске. Я считаю, что маски нужно одевать только тем людям, которые имеют признаки заболевания. Но это чисто мое мнение. Здоровые люди, одевая маски, я считаю, это наоборот разведение бактерий. И также по поводу перчаток. Считаю, что просто нужно руки мыть очень часто. То есть, пришел домой, сразу мыть руки. Но это и всегда было правило. Это всю жизнь было правило, что нужно мыть руки. И этого, я считаю, что достаточно. Просто всегда сохранять руки в чистоте. Не браться грязными руками за слизистые, за свои там нос, глаза. Не знаю, в рот руками не лезть грязными. Тоже, короче, все странно, все как-то это. Прям захотелось просто высказаться, девчатки. Я понимаю, те люди, которые хотят носить маски и перчатки и считают то, что они предотвращают от каких-то вирусов, то пожалуйста, пусть люди носят. Но я противница этого и считаю, что это наоборот рассадник вирусов. Вот и все. Особенности маски. А перчатки это лишнее. Нужно просто руки мыть. Заехали нашему кузюнчику. Взяли корм. А деткам зашли в хлебницу. Точнее, я зашла. Мои ждали в машине из меня. Купила пиццу. По два кусочка вам. Мы с папой не будем. Вы покушаете. А? Все молюбит. А у меня второй день без сахара. Продолжается. Но ничего пока. Даже не хочется. Так иногда можно подумать, конечно, о мороженом. Вроде жарко на улице, но организм еще пока не просит. Все нормально. Двигаемся дальше. Мы приехали домой. Время пить кофе. У нас уже вечер. Мы готовимся потихонечку ко сну. Хотим чаек попить. Взвешиваю финики. Так как сладенькое кушать нельзя. Но сухофрукты, финики, фрукты кушать можно. Поэтому сухофруктов можно не больше 50 грамм кушать за день. Вот взвесила. Где-то 43 грамма фиников. Сейчас их помою. И с чаечком будем пить. Вот если не дает я, когда я могу тебе. Привет. Привет. Варюшка уже готова ко сну. Выображает дочь. Ты воображена? Выображена? Дочь. Ай, снимать. Снимать? Это что ты показываешь? Просто я хочу так сфоткать. Чертно тебя сфотографировать, значит? Да. Ну давай, сфоткаемся. Да. О, Анечка. Мон, я покажу. А на спать, приготовлюсь. Мон, я хочу ее подвигать. Куда? Вот это. Она сейчас не даст подвигать. А когда следит, можно ли я ее подвигать? Когда следит, можно. А я могу прикрывать. Дай. Можешь? Да. Боня, не злись. Смотри, как злиться на тебя. Ты аккуратно ее глазу? Да. А давай аккуратно. Ужем? Аккуратно? Злиться. Она бывает так злиться. Боня. Я злил. Маме. Ты злюка. Кучу галишь? Э, Кучка такой простой парень. Парень. Парень простой. И он, знаешь, кто? Что? Он, знаешь, сынок. Сынок? Это мамочка. Боня мамочка. А Кузя сынок? Да. Да. А Кузя сынок? Кузя и меня, и тебя. Дай. Кукню. Давай. Давай. Боня. Боня у нас такая, да, вредная девчулина. Если парюшка к ней пристает, она частенько на нее скалит зубы. Но не обижает. Так что она может гаснуть. Я гладу. Да, ты гладишь. Боня может гавкнуть, она может прикусить. Ну как прикусить, зубками так. Но не кусается сильно. Вот. А Кузюн у нас, Кучка у нас простой парень. Он на его, с ним играет. А мама у меня, когда-то кушну, поцарапал. Ну, отчара, кушну, поцарапал. Смотри на какую руку. На вот эту. Смотри, тебя-то. Сюда. Мавр тебя царапал? Да. Ну, Мавр у нас тоже, да. Своебразный кот. Тут еще. Да. Мавр, Маврюшка тебя царапнул? Да. Да, он такой, деловушка у нас, да? Ты даже расплакалась. Ты даже расплакалась? Да. Было дело, да. Мавра тоже донимать нельзя, да? Да. Он царап, царап. Маврюшка, маврюшка, маврюшка. Да. Кушка у нас только простой парнишка. Да? Да. Кушка долго терпит. С ним можно играть, его можно гладить, к нему можно приставать. Он терпеливый мальчишка. У нас пятница. Пятнадцатое мая. Поздравляю вас, мои дорогие, с всемирным днем семьи. Сегодня праздничек. Пусть в ваших семьях царит взаимопонимание, любовь, счастье, здоровье. Мы с Варюшкой играем. Мужчины наши уехали по своим делам, а мы с Варюшкой вдвоем дома. И у нас, доченька, какой объем работы сегодня? Поиграть. Мне еще предстоит помыть посуду и в планах помыть, наконец-то, окна. На улице солнышко, погода радует, поэтому пока нет дождя, пока нет ветра, нужно быстрее успеть отмыть наши все три окна. Поэтому займемся делами. Ну, а сначала, сначала поиграем. Доченька, будем играть? Да! Ну, давай играть. Давай, показывай, можно пупсиков играть? Пупсиков будем играть? А ты мне пупсиков, а мама у меня в садик принесла. Таких пупсиков мама в садик приносила. А ты мне девочку, а мама принесла? Ну, тоже. Да. Ну, мальчик. Мальчик и девочка? Да. Ты кого-то хочешь, того братика или того, что истинка? Да кого дашь, того и буду играть. Здесь мне дам мальчик. А здесь, наверное, таким я буду играть. Ого. Пахнет? Ребят, понюхайте. Понюхайте. Понюхайте, ребят. Сейчас я понюхаю. Как пахнет? Пупсиками. Пупсиками? Пахнет пупсиками. Покажи мне там прическу. Какая, Варюша, прическа. Это мне сделал парикмахер. К парикмахеру мы сегодня ходили. К маме парикмахеру. А мама ходила к дочке парикмахеру. Да, дочка? Да. Не знаю, долго Варюшка сегодня с этими хвостиками проходит, потому что волосик устает, и она просит распустить волосики. Ну, пока ходим с прическами. Папа, вообще не устала. Да и не устала еще пока. Нет. Ну, хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Для мытья стекол использую воду. Воду разбавленную с уксусом. Примерно в такой пузырек наливаю где-то примерно вот так вот воды. Остальное уксусом. То есть чуть меньше половины уксуса. Остальное все заполняю водой. Отличное средство для мытья и зеркал, и ока. Отличное средство для мытья и зеркал, и зеркал, и зеркал, и зеркал, и зеркал. Отличное средство для мытья и зеркал, и зеркал, и зеркал, и зеркал. Отличное средство для мытья и зеркал, и зеркал, и зеркал, и зеркал, и зеркал. Окно помыто. Чистенькое. Аж радует глаз. Заодно пройдусь парочистителем по батареям, чтобы в труднодоступных местах удалить пыль. Сразу помыла под батареей, под столом тщательно полы. Полы буду все равно мыть во всей квартире, но чтобы грязь уже после окна не таскалась по всей квартире. Поэтому зонально. Сразу вытираю, убираю грязь. Побежала я дальше окно мыть. У нас что-то пасмурно стало. Надеюсь, не пойдет дождик, а то все окошки сегодня чистые будут. И как назло, по-любому льванет дождь. Солнышко так светило. А теперь солнышко спряталось. Я с беготнёй, пушистая какая-то. Подготовила окно для мытья. Напомню, что шторы я стирала буквально до Пасхи. То есть месяц назад. Сейчас я их пока снимать не буду. Потому что они еще чистые. Пройдет какое-то время. По мере их загрязнения я, естественно, их сниму и постираю. Сейчас я их трогать не буду. Только чисто мою окна. От окна отсвечивает свет. Поэтому не знаю, как качество съемки будет. Хорошим или нет. В таз набрала воды. Добавила сюда до места. Такой водичкой я мою окна. С внутренней стороны и с наружной стороны. И после я уже водой с уксусом, который показывала спрей. Где он у меня стоит. Уже чищу стекла уже до блеска. Чтобы были они у меня без разводов. Ну что, поехали. Помою здесь окно. И переберусь потом в спальню. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Окно в зале помыто. Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 Ужина готовила сегодня картофель в сливках, но сегодня готовила с фаршем в горшочке в духовке, поэтому прерывалась на приготовление ужина, а после ужина опять принялась убираться. Зато дома чистота и порядочек, все окна чистенькие, в ванной комнате наведен порядок, вымыты везде полы, вытерта пыль. Чистота и порядочек, это уже хорошо, так как сегодня пятница, выходные можно провести в чистоте, в порядке, не задумываясь о уборке. Сейчас пойду схожу в душ, попробую после душа еще помонтировать видео, а с вами, мои дорогие, буду прощаться. Спасибо, что посмотрели это видео, будьте здоровы, всем удачи и хорошего настроения. Всем пока-пока! Пока-пока!